Всем привет! Это проект Родился, пригодился, выпуск номер 7. Как вы помните, цель нашего проекта рассказывать о людях, которые реализуют себя здесь, в родном городе. В нашем проекте принимала участие всего лишь одна девушка, но сегодня мы расскажем вам сразу о трех успешных и талантливых дамах в специальном выпуске, посвященному 8 марта. Стереотипы и предупреждения по отношению к девушкам тема не так уж и нова, но почему-то остается актуальной и по сей день. Сегодня мы не будем стараться рушить стереотипы. Мы просто хотим рассказать вам о девушках, которые выбрали свой путь, никем не навязанный и успешно следует к своим целям. Но все-таки есть что-то неизменное. Выпуск номер 7. Погнали! Рядом с собакой у нас будет интервью с вами быстро. Есть ли какая-то конкуренция между театром? Зачем ему ребенок, когда у него машина первая появилась? Актрисой, вернее, я не стала. А может быть, дело тут не в Алтайском крае, а может быть, дело в том, что ты спишь до обеда? Ну что надо тебе? Вот это же дикий пафос. Все, погнали ловить зайцев! Как говорится, где родился, там и пригодился. Вы директор молодежного театра. Эта цель стать директором молодежного театра была спланированной или были мечты какие-то другие? Я всегда знала, что я буду работать в театре. Другой вопрос, что мечты были изначально другие, поскольку я театральный ребенок. Кто-то об этом знает, кто-то об этом не знает, но я выросла в закулисье. Как знаете, есть дети-циркачи, говорят, в опилках родился. Так вот и я родилась в закулисье. Все мое детство прошло в театре музыкальной комедии, где работали мои мама и папа. И для меня это было счастье вообще неимоверное. И я мечтала быть актрисой. Актриса именно музыкальной комедии. Я закончила музыкальную школу по классу фортепиано, готовилась поступать в ГИТИС. Именно мне хотелось поехать в Москву поступать в ГИТИС. Вот и все. И когда мне предлагали там родителям, давай, доча, в Красноярск, это рядом, это ближе. Нет, подавай мне только ГИТИС. Но судьба по-другому повернула свой градус. И, в общем, я стала, актрисой, вернее, я не стала. Что пошло не так? Ну, это, знаете, это такая получилась жизненная, очень грустная история. В общем-то, я нас с друзьями сбила машина. И поэтому из-за того, что долгое время пришлось как бы поправлять свое здоровье, поэтому как бы потом прошло какое-то время, я почему-то поняла, что нет, наверное, уже это как-то так несерьезно. Я не хочу и быть. И как-то у меня, знаете, какой-то внутренний вот этот стержень. Так, знаете, раньше могла в любой момент спеть, спеть, станцевать, станцевать. Тут что-то это пропало на какое-то время. И я не стала это реанимировать. То есть, в общем, я пошла другим путем, скажем так. И я пошла, опять же таки, закончила Московский государственный университет культуры и искусств по специальности менеджер социальной сферы, то есть управленец. Университет здесь находился? Да, да, здесь был филиал. Ну и все. И, в общем-то, как говорится, где родился, там и пригодился. Поэтому я осталась здесь. Я ни капли не жалею, что не уехала. Я выучилась. И, конечно, я пошла работать в театр. И первый мой театр, где я начала свою трудовую деятельность, это театр музыкальной комедии. Сразу пошли директором? Сразу. Нет, что вы, что вы. Нет, я начинала администратором, затем начальником отдела рекламы, потом менеджера. Потом я пришла, меня пригласили работать в драматический театр, уже замдиректора по организации зрителя. Там и проработала прилично. Ну и затем получила хорошую школу в драматическом театре. Школу на выживаемость, на стрессоустойчивость. Вот. Ну и уже потом, через какое-то время, мне предложили возглавить молодежный театр. Для меня... За счет чего происходит этот карьерный рост? Вы хорошо работали? Как это вот? Я хорошо работала. Теперь ты и вот это делаешь. Пусть это не скромно звучит, но я работала хорошо. И я была очень крутым замдиректора по организации зрителя. И мне все время говорили, ну как ты так можешь? Хоп, там, зритель. Чем занимается директор? Это правда, замдиректора по зрителю. Это человек, который организовывает залы. Понимаете, как бы там ни говорили, но все равно в процентном соотношении, кто идет своими ногами на кассу и кого, допустим, привозят в санатории, допустим, автобусами, на кассу приходят, к сожалению, меньше. В основном это организованный зритель, которого нужно организовать, которого надо каким-то образом привлечь. Поэтому это очень тяжелый труд. Администраторы, люди, которые занимаются именно зрителям, это очень-очень тяжелый труд. Но это безумно приятно, когда ты смотришь в зал, и полный зал людей, и как-то так, такое удовлетворение внутреннее. И самое главное, знаете, не стыдно перед актерами, что сейчас занавес откроется, а там один, да, включите свет, не страшно одному. Есть у актеров такой страх, что будет соло пустой зал. Поэтому я не могла их подводить и не могу подводить до сих пор. Поэтому у меня сейчас вот в театре замечательная команда, пиар-отдел, рекламный отдел, замечательный отдел по организации зрителя. Но это, еще раз говорю, это очень тяжелый труд. А как относитесь к тому, что вот опять же вспоминаю, вот вы говорите, школу, вот я тоже сам вспоминаю, когда нас возили на автобусе, то, что вот санаторий, вы говорите, привозят. Как к этому относитесь, то, что люди не очень искренне приходят в театр, чтобы посмотреть спектакль? Их заставляют это делать. Ой, ну как к этому отнестись? Может быть, знаете, может быть, некоторые из этих людей вообще первый раз попали в театр. Вот тут самое главное, если их вроде бы как по принуждению, скажем так, да, в скобочках привезли, но они попали именно на то, что им понравилось, но получилось так, хороший такой, да, выстрел получился. Тогда они придут второй раз уже сами, своими ногами в кассу. Если не произошло, то не произошло. Вообще, ну, в любом случае, как тоже сказал из великих, хоть силой, но приходите, приводите в театр. Потому что иначе, если человек не был в театре, и он, наверное, и сам не придет, если вот такое вот отношение. Нет, 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 я не хочу этого. Почему? Ну, не хочу, и все. Вот в молодежном театре у нас, понимаете, такая все равно миссия, чтобы молодежь, чтобы дети, подростки привыкали ходить к театру, чтобы они полюбили театр, чтобы они потом со временем уже с удовольствием шли и к нам в театр молодежный, и в драматический, где более уже серьезная драматургия для более старших, старшего возраста, да, в театр музыкальной комедии, чтобы они ездили в тот же соседний Новосибирск, с удовольствием посетили оперу, балет. Вот, а мы театры, театр кукол, который начинает с Малипусик, они должны приучить хорошими спектаклями, хорошим отношениям. Затем мы, театр для детей и подростков, которые, опять же, если мы будем выбирать хорошую драматургию, если мы будем работать честно с нашими детьми, если они нам будут верить, мы им будем нравиться, если они будут приходить вот именно в такое красивое, замечательное помещение, это тоже очень важно. Все важно, в театре важно все. Давайте начнем вот с самого начала, погрузим наших зрителей в то, чем вы занимаетесь. Расскажите о своих бизнесах. Ну, у меня два основных направления. Первое – это Алдасти Центр Экологии и Аудита. Это эколого-аудитерская компания, которая работает с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, помогая им соблюдать все природоохранные требования. И второе – это туроператор Царской Псовой Охоты. Вот давайте сейчас для простого зрителя мы все-таки немножко поясним, чем занимается Центр Экологии и Аудита. Я как аудитор, прежде всего, я помогаю предприятиям, малому, среднему, крупному бизнесу, неважно, вообще понять, какие вообще виды воздействия он оказывает на природу, какие документы необходимы ему делать. Также мы анализируем договора, которые они составляют со своими подрядчиками. И, соответственно, разрабатываем эту документацию. И, если необходимо, ведем потом отчетность. Можно ли сейчас просто купить это все, эти все проверки? Как это делают многие с пожарными безопасностями? Нет, уже не купите. Вот даже в 2013 году, когда мы открывали бизнес, я часто слышала такое слово «Ой, сейчас мы поляну накроем на бережок, свозим, там вообще водочки закопим, и вопрос решится». Вот ничего подобного. Даже чай пить многие не станут просто. Это будет восприниматься как непосредственно взаимодействие с должностным лицом. Поэтому, а если говорить про такие структуры, которые носят погоны, так там вообще лучше и чай не предлагать. Что привело Вас к туристическому бизнесу? Что такое для меня туризм? Ну, во-первых, для меня это понятно. Потому что я имею образование. Во-вторых, очень много моих одногруппников, либо сокурсников, либо плюс, выше, ниже, работает в сфере туризма. Во-вторых, мне очень интересно вообще такое понятие, как организация событийных мероприятий. Да, вот и развитие такого направления, как охотничий туризм в России. Поэтому я просто нашла свою нишу. Вот лично мне интересен наш Алтай, продвижение его как вообще территории и какие-то такие интересные маршруты, которые вот мы можем показать именно нашими глазами. Как пришла идея создать царскую псовую охоту? Это же очень индивидуально, очень экзотический вид, мне кажется, для нашего алтайского края. Ну, я не знаю вообще, что такое понятие экзотический. Но начнём с того, что мы все русские, да, и русские традиции, в принципе, они, наверное, сидят в каждом из нас. Мы просто иногда, наверное, не замечаем этого, да, насколько мы их соблюдаем, да, вот какие-то определённые вещи. Я очень люблю борзых, я очень люблю пончих, и я считаю, что вот сама порода русская псовая борзая, наверное, натерпелась она в этой жизни уже определённых вещей. И хотелось бы, чтобы эту породу знали ещё лучше в нашем современном обществе, потому что у нас в моде хаски, в моде маламуты, там, ещё какие-то другие, там, да, сейчас корки вот эти маленькие какие-то, да. Но у нас почему-то в России мы мало ценим отечественные породы. А как часто вы участвуете в таких мероприятиях? С 2016 года ежегодно мы участвуем в Сибирской масленице, где проводим парад русской охоты, и сегодня у нас по-настоящему царская псовая охота, потому что у нас шли сокола, да, сокольники были в костюмах, вот, борзятники, ну и, конечно же, выжлятники с гончими. А собаки все ваши? Нет, это собаки члена клуба царская псовая охота. А ваши собаки лично есть какие-то у вас? Да, конечно, у меня в параде шли две гончие и две борзые. Вот у меня вопрос исключительно финансового плана. Сколько эта история вот затрат в месяц приносит? Ну, считайте, я плачу зарплату человеку, который в деревне, значит, ухаживает за моими собаками. Также он их выгуливает, вот. Плюс постоянно покупаем мясо, постоянно покупаем кашу, всякую морковку, свеклу для того, чтобы вот рыбку, чтобы собачки наши могли получать полноценный рацион. Они очень породистые все, да? Ну, конечно, это чистокровные русские псовые борзые, русские гончие. Сколько такая стоит одна? К сожалению, не так много, от 10 тысяч. Вот если не бесплатные показы, то царскую псовую охоту могут позволить себе только состоятельные люди? Ну, если это идет речь про прям полноценный такой продукт, это дорогое удовольствие. Сколько это стоит? Ну, это стоит от полумиллиона и выше. Почему? Потому что это выездная кухня, я работаю с лучшими шеф-поварами. Это приготовление дичи на свежем воздухе, это безупречное обслуживание официантов, это огромное количество охотников, которые обслуживают сам, само производство охоты, да? Это лошади, причем лошади не просто там какие-то, да? То есть это лошади, которые спокойные, и возле каждого, скажем так, желающего охотника на лошади всегда есть человек, который его сопровождает, потому что не у всех есть элементарно навыки, ну, хорошей верховой езды, да? Ну, и плюс музыкальное сопровождение, это речь-то идет не про какой-то там баян, да, просто-напросто и балалайку, да? То есть мы всегда приглашаем специалистов, по роговым сигналам, потому что обязательно проходит мастер-класс по охотничьим роговым инструментам, и, соответственно, мы определяем правила сценария там и прочие вещи. На самом деле это очень-очень хлопотно, вот очень хлопотно, и в обеспечении такой охоты у меня присутствует, ну, порядка сорока человек. Вот даже если вы один захотите у меня приехать там, или вдвоем, вот, поверьте, это будет огромная такая работа людей, которых вы можете не видеть, но которые будут вам обеспечивать комфорт на той же природе, и вы получите максимум удовольствия. Ну вот сейчас уже 5 лет, да, вы получите занимательство? Да, да. Вот по итогу 5 лет, если делать какой-то вывод, в чем главный секрет успеха вот этого туристического бизнеса? А потому что все настоящее. Вот на самом деле главный успех только в правде, и ничего, кроме правды. Это настоящие собаки рабочие, это настоящие охотники, это настоящие лошади, настоящие кони-заводчики, которые любят это дело, это настоящие историки, которые помогают нам поднимать, да, по крупицам восстанавливать традицию дома Романовых, это настоящие историки костюмов, которые щают нам костюмы, это настоящие российские роговые сигналы, все настоящее, и кухня настоящая, и природа настоящая. Вот это весь секрет. И все-таки сейчас какой из двух видов деятельности вам приносит больше удовольствия? Ну, если говорить про удовольствие, да, это царскопсовая охота, так? Если говорить про удовольствие, связанное с азартом, драйвом, таким, знаете, состоянием, когда твое предприятие приходит какую-то природоохранную проверку, и ты понимаешь, что они должны пройти без единого нарушения, и на выходе я получаю этот результат, то, конечно же, я удовольствие получаю и от той командной работы, которую мы делали с моим коллективом и с предприятием. Поэтому здесь удовольствие, оно разное, если честно сказать, да? То есть удовольствие от чисто профессионально выполненного проекта и задач, да, в экологии мы постоянно сталкиваемся с этим каждый день. Здесь нужно быть постоянно в таком, знаете, в режиме тонуса, скажем так, да? Ну, а если говорить в целом про удовольствие по жизни, да, то это царскопсовая охота. Это твое не первое интервью в нашем городе, поэтому... Но, на всякий случай, я хочу ввести в курс наших зрителей. Я не хочу сегодня задавать глупых вопросов по твоей жизненной ситуации, я не хочу спрашивать, тяжело ли это было, что ты чувствовала, потому что, ну, ответ тут очевиден. Поэтому добро пожаловать в проект «Родился, пригодился». Ура, товарищи! Когда ты поняла, что будешь предпринимателем? Да, я до сих пор не считаю себя таким предпринимателем, потому что, ну, это не затеивалось как бизнес, да, вот я начну сейчас зарабатывать деньги. Это все было с идеей, опять же, с того, что в нашем городе не было таких технологий. А хочется, чтобы не только Москва, там, да, и европейская часть нашей страны пользовалась новинками, глобальными какими-то изобретениями вообще мира. Если взять Германию, там, в каждом практически доме есть такая студия, и не нужно доказывать, да, людям о том, что это полезно, что это нужно, что это правильно, да. А мы же тут, значит, каждый, кто приехал, отучился на каких-то там, ну, грубо говоря, трехмесячных курсах тренерских и начинает говорить о том, что это там вредно, это бесполезно. Самое вообще, что я слышала смешно, это то, что девочкам говорит, тренер, не ходите, у вас будет целлюлит после этих тренировок. Люди, ну, если вы считаете себя профессионалами, да, то, ну, вы хотя бы разберитесь в вопросе, вы к нему подойдите. Нам приходится здесь, на периферии доказывать, что это не просто нужно, да, что это хотя бы не вредно. Но такие, ну, я бы сказала, масштабные люди, как Сергей Шубенков, его тренер, да, с мировыми именами, борцы греко-римских, да, видов, к нам приходят, тренируются. Неужели эти люди считают, ну, которые говорят, что это вредно, считают, что тренеры такого масштаба глупее, чем тренер в фитнес-клубе в Барнаульском, да, или, ну... Мы с тобой сейчас поработаем все тело не спеша. Смотри, импульс биполярный, 85 Гц, глубина проникновения мышечного волокна 350 микросекунд. То есть, мышечный волокн будет, так сказать, раздражаться, но очень сильно, то есть, у тебя будет ощущение, после этого, как будто разгрузил поезд. Ого, с первого раза сразу, как будто я забился уже. Ой-ой-ой, это тяжело. Пригодилось вот просто. Не, это реально... Вот говорю, на видео непонятно, что со мной происходит. Меня, через меня весь проносится сейчас импульс, мне все дрожит, все мышцы, как вы видите, да, у меня есть мышцы. Я уже устал. Хорошо, возвращаемся в MyBodyTech. Это успешный бизнес? Ну, скажем, он по синусоиде двигается. И здесь, наверное, очень важно присутствие идейных вдохновителей, руководителей, тех, кто это зачинал, тех, кто четко понимает, что это, как это и для чего это людям. Сейчас с Астасом, это муж Иры. Ссоритесь ли вы внутри бизнеса? Вот как вот это вот разделить? Это же очень сложно. Семейный бизнес, чтобы вот не рассориться. Каждый... Вот что вы делаете? Что мы делаем? Ну, конечно, бывает такое, что я что-нибудь там... Ну, мне же там... Он говорит все, как есть. Я же тоже не всегда могу воспринимать то, как есть. Я-то вижу это по-другому. И мне кажется, что я делаю ого-го, он говорит, ты, блин, тут вот так, тут здесь накосячила, тут там это. Потому что у него огромный опыт в бизнесе, да. Я этим занимаюсь. Ну, еще раз скажу, я не считаю себя, что я прямо вот, ну, бизнесвумен, какие есть, да, там, ресторатор у нас есть, крутые и так далее, девочки. Я это делаю, как чувствую, как мне кажется, как подсказывает мне сердце, душа, как мне хочется. Вот я как клиент сюда прихожу, и что бы я хотела здесь слышать, видеть, наблюдать, как себя чувствовать. Мне хочется, чтобы сюда приходили люди, чувствовали, что они пришли к друзьям. Что они не пришли здесь тяжкий труд, да, делать и самостоятельно, это никому не нужно. Мне хочется, чтобы тренер был другом, который может в нужный момент написать, ты, блин, где? Который может позвонить, что случилось, почему ты не приходишь, или как ты себя чувствуешь. То есть вот такие именно отношения дружеские, они должны вообще окутывать человека, который переступает порог этого места. Я видел фотографии, где вы с твоим супругом, со Стасом по какому-то подиуму идете. Что это за история была? Ну, не только с супругом, я вообще, ну, постоянная модель на неделе высокой моды в Москве. Вот 26 марта я снова лечу, будет очень крутой показ, для нас специально шьют, там, нереальные наряды. Самый первый мой показ был в платьях Барбары Шварцер, это немецкий кутюрье. И что, мое платье потом купила Виктория Дайнека, например, в котором я была, да. И мы постоянно видели, вот после нашего показа, постоянно видели эти наряды на звездах, на сцене, они пели. Мне Стас говорит, что ты популярнее в Москве больше, чем здесь, в Алтайском крае. Ну, да. Вот это за счет вот этих недельных показов? Нет, я же постоянно езжу на всякие круглые столы в Москву и в Государственную Думу, и в городскую Московскую Думу. И, там, по поводу женщин в бизнесе, и по поводу многодетного материнства, и по поводу материнства на коляске, и по поводу, там, ну, я специалист по доступной среде, сертифицированный специалист, который больше востребован, там, в Москве тоже, чем в Барнауле. В Барнауле у меня вообще как-то, типа, ну, не лезь. Какое у тебя знакомство с самым таким высоким политиком? Ну, наверное, знакомство можно называть Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Как у вас произошло знакомство? Ну, я была на встрече с Дмитрием Медведевым, там было, наверное, человек 60 со всей страны. Вот, ну, я, конечно, вылезла опять со своим каким-то наивным взглядом на все, и вообще положено только один вопрос задать. Если тебе повезет, ты задашь вопрос Медведеву на такой встрече. Я задала первый вопрос, он мне ответил, развернуто достаточно. Потом, когда я подняла руку на второй вопрос, он так на меня взглянул, но он, видимо, просто, народу много вопросов, много. Ну, ладно, следующее, вы, когда я взяла микрофон, он говорит, подожди, ты же уже задавала вопрос. Я говорю, ну, уже теперь, что? Мне просто... А что ты задавала? Какие вопросы? Ну, первый вопрос я задавала по поводу программы по доступной, не по доступной среде, а в принципе по дворам, по дворовым территориям. Понятное дело, что мы сталкиваемся с тем, что есть ответственные дома за какую-то территорию, а междомовая территория на никому не принадлежит, никто за ней не смотрит. И от этого и темные переулки, и там, и дороги никак не оформлены, переходы и так далее, и так далее, где ты от собственного дома порой не можешь дойти до поликлиники или там до какого-то магазинчика маленького. Вот, что этой территорией тоже нужно заниматься, этим должен заниматься кто-то. Это, конечно, не глобальный вопрос, да, но тем не менее из этих мелочей складывается наша повседневная жизнь людей, которые живут в городах. Ты сказала, что вот здесь, типа, ты занимаешься какой-то такой социальной деятельностью, говоришь, типа, что правительство не лезет, там, это вот в каком смысле? Ну, со мной категорически не взаимодействует никто из нашего правительства. Я двигаюсь самостоятельно, и какие бы я проекты, вопросы не поднимал. Извиняюсь, что прервал просмотр выпуска, но есть важная ремарка. Дело в том, что во время монтажа количество отснятого материала было больше пяти часов, а выпуск нужно уместить в 60 минут. Вот, поэтому полностью раскрыть героинь выпуска мы, к сожалению, не сможем, но если вы хотите, чтобы мы сделали с кем-то полное интервью из героинь выпуска, пишите в комментариях, кто вам больше понравился, и если ажиотаж в комментариях будет бешеный, то мы с удовольствием сделаем еще один специальный выпуск. Пока, желаю приятного просмотра, кстати, в конце будет розыгрыш. Остаются нерассмотренными и, ну, как бы, в игноре. Если кому-то в голову придет идея показать спектакль, в который будет высмеиваться власть и все стереотипные проблемы нашего государства, позволите ли вы показать это? То есть прямо пьеса такая будет, да, и режиссеры, и так далее, и тому подобное? Все современные проблемы, то, что сейчас происходит, будут отражаться на сцене. Ну, вообще, вы знаете, конечно, я не то, что там какая-то, я не чинуша, я там не какой-то такой, знаете, старых этих вот всяких, не знаю, мотивов человек. Но мне, конечно, не очень нравится, когда высмеивается власть, опять же говорю, если можно посмеяться, взять пьесу «Ревизор». Но она ведь актуальна на все времена, там высмеивается власть, высмеивается, да, только без фамилии, и все. Хотя все ясно и понятно. Поэтому разве против? Нет, я не против. Вот, опять же, к нам приезжал на фестиваль театр новосибирский с «Ревизором», где они прям, ну, то есть вот прям как бы классикой, да, но они сделали такой ход конем, ну, где прям прессанули власть конкретно какими-то вот такими сюжетами, моментами. Но, опять же, это не выглядело, это не выглядело пошло, это не выглядело грязно. Смешно, да, и как раз в зале у нас присутствовала местная власть, как они на это реагировали, ну, я смотрела вот так вот, ну. Смотрели с опаской? Нет, я вот так смотрела, мне было интересно. Прилетит мне, не прилетит. Вот, опять же, вот нет такого ощущения, что все боятся вот этого вот прилетит. Может быть и боятся, я не боюсь. Сталкивались ли вы вот с каким-то вот таким брезятным отношением к вам? Конечно. Например? Ой, вы знаете, первое время я сталкивалась с таким темой, ну, как девушка на розовой машине, да? У вас до сих пор розовая машина? До сих пор я очень люблю эту машину, ну, во-первых, она индивидуальной комплектации. Таких машин, когда она пришла мне в город, их не было вообще в продаже таких, вот. А я очень люблю, я каждый год все говорю, надо будет менять, менять, ну, пока... А о какой машине сейчас речь идет? Мондео. Ну, пока вот морально не готовы. Причем у меня есть и были рабочие автомобили еще как-то, но вот это вот моя та розовая ляля, которую я очень люблю. Сталкивалась с тем, что вообще, ну, вот, представляете, при проверке я представляла, например, интересы предприятия, да? А кто это может быть? Это может быть прокурор там, либо природоохранный прокурор, либо там инспектора природнодзора там, да? Вот, и был такой момент, что, типа, ну, вот, вопрос это сложный, вот, насколько вы вообще, вот, как бы, да? Все же хотят услышать, знаете, вот, такую вещь? Ну, наверное, у меня папа где-то в той структуре, да? Либо у меня, наверное, муж там в той структуре, либо, наверное, если не папа, не муж, то кто? Любовник. Понимаете? Тут все, все равно вариантов три. И все эти варианты связаны с тем, что если я лицо женского пола, значит, у меня должен где-то быть мужчина, который все вопросы за меня решит, а я такая, как фея, приеду там и ищу, и привезу там бумаги, например, вам или карта. Вот, было такое, конечно. Как решали эту проблему? А только, знаете, жизненным опытом и наработкой, скажем так, своего профессионального портфолио. Все. Ну, у меня же ведь есть небольшая особенность, ко мне вообще относятся по-другому. Я здесь не могу сказать, потому что я девочка, или потому что у всех вообще, в принципе, вызывает в смысле. Ну, то есть, ты как бы же должна, ну, там, милостыню просить, ну, или там дома, на крайний случай, сидеть, да? Почему ты вообще-то девочка? Когда я прилетела в Москву, мы выступали на ярмарке стартапов. Мы, кстати, вошли в тройку лучших стартапов по всей стране. Это был фитнес, глобал фитнес форум. Глобал фитнес форум. Вот, и когда я вообще туда приехала, ну, все вот так посматривали, типа, что здесь еще какое-то мероприятие проходит? Ну, типа, что она здесь делает вообще? Ну, понимаете, стереотипы, и для них вообще непонятно, что человек может сделать на фитнес форуме. Вот, а когда я выступила со своим проектом, естественно, жюри просто сидели, они, ну, были приятно удивлены, вот, и один из них потом подошел, говорит, я рассматриваю такой бизнес для своей жены, вот, и вот хотел бы вас видеть, конечно же, в финалистах, что потом и вышло. Выбирали 10, и потом из 10 мы встречались, вот, 10 нас встречалось с инвесторами, и из них выбрали вот 3. То есть, в какой потенциально проект инвесторы могли бы вложить деньги? Мы вошли в тройку. Вот, ну, и, конечно, для них это было удивительно, что, ну, мало того, что, там, девушка, да, в общем-то, все были прилично старше меня на тот момент, кто был в 10 этих, ну, и плюс, что я вот в таком положении, для них это было, ну, шокирующе, будем называть вещи своими именами. Не знаю, что тут, как, поэтому мне сложно судить, мужчина, женщина, я, в принципе, как-то немножко в обособленном здесь. А вы сейчас посмотрите, что творится, сплошные женщины везде, в рулях. Не имеет значения для вас? Нет, абсолютно, нет, абсолютно нет. И какие-то, даже, знаете, когда пришла руководить я, там, стала руководителем, не скрою, были такие вещи, которые я не знала, но это уже касается больше инженерии, каких-то вот таких вопросов, вот, юридических каких-то вопросов, но всего знать невозможно. Для этого нужно создать что? Классную, хорошую команду, которой ты доверяешь, вот, и у которой можно подучиться. Поэтому я не стесняюсь спрашивать, что я не знаю. Абсолютно это нормально, и, ну, ты с этим только, как бы, сам улучшаешься, растешь. Понимаете, способность к бизнесу, она никак не связана с гендерным преимуществом. То есть для меня важнее люди, поймите, с людьми я сделаю любые проекты, начиная от наших алтазов и заканчивая международными проектами. Если нет у меня в команде людей, то, соответственно, как бы, о каком успешном проекте может быть речь. Нанять специалистов можно, но это всего лишь подрядные работы, их нужно делать, вот, но, опять же говорю, нужна команда. Нужна команда именно как семья. Но есть такой еще, наверное, не поверю, ладно, такой пунктик, что твои работники должны быть лучше тебя. Да, они должны быть, не, знаете, как, они не то, что должны быть лучше меня, они должны сильнее меня быть. Вы знаете, я на самом деле, блондинка во многих таких вопросах, вам даже смешно будет иногда посмотреть. У меня вот даже бринтера нет в кабинете, я терпеть не могу компьютер. У меня машина с кнопочки заводится. И все следующие будут только с кнопочки заводиться. Потому что я человек, который вообще очень не понимает геометрию, химию, например. Я уже не говорю там про какое-то там черчение, да, это вот про тот проектный отдел, который у меня сейчас работает, это делает. Я терпеть не могу сидеть за компьютером, что-то делать, поэтому я всегда привлекаю таких людей, которые сильнее меня в каких-то определенных вопросах. И именно благодаря тому, что они сильнее меня в каких-то вопросах, они смогут реализовать ту бизнес-стратегию, которую я закладываю. Вы понимаете, у меня ощущение, что это очень такие личные черты, независимо от того, мужчина ты или женщина. Есть очень мягкие мужчины, есть очень жесткие женщины, есть женщины, которые вообще не знают, что такое там творческий подход. Есть мужчины, которые реально творят во время там, да, каких-то исполнений, каких-то обязанностей своих, поэтому... Ты сказала, что ты ведешь бизнес там как друг такой, да, в бизнесе, это как ведет Стас? Он как раз очень технический, он очень собранный, вот здесь мы очень друг друга хорошо дополняем. Я такая, все придумала быстро это, как это все будет в цифрах, меня это вообще не касается. Как это будет технически исполняться, я вот придумала, и мне вот важно, чтобы это было вот так, как я придумала. А как технически, у него все по полкам, он меня жестко приучал к порядку в финансах. Ну, мне казалось, что, как и, наверное, у многих, кто вообще никогда не занимался бизнесом, когда я только начала это все делать, у меня был ежедневник, который я записывала тренировки. Там кто что, абонементики, все такие дела. Причем абонементики сейчас прямо вот специально я утрирую. И когда коснулся этого Стаса, он говорит, ты что, есть программы, CRM, где четко ведется, там должен быть бюджет доходов и расходов. В смысле, а что, все, что пришло сюда, это не все мое? Он говорит, ты что, на что ты собралась там дальше, ты сейчас все деньги эти забрала, что ты там еще сделала, а дальше ты на что собралась вести? Он меня жестко к этому приучал, он жестко рассказывал, показывал, как должно быть. Причем мне не всегда нравилось, я вообще не понимала, почему я должна каждую копейку записывать. Ты что, меня контролируешь? Ну, типа... Ну, то есть ты не утрируешь, серьезно такое было? Серьезно такое было. Я думаю, почему он меня контролирует, почему он контролирует, сколько я денег взяла? Ведь как бы я здесь с утра до ночи, да, там, я выхожу, жду прохожего, который... Не было пандуса, ведь, вот здесь, на крыльце. Я выходила, бывала там в 11, ждала прохожего, который меня спускал там со ступенек. Ну, как бы, и он мне говорит, почему ты не записываешь? Думаю, что надо тебе? Вот тебе что надо? Реально. И доходило это до меня не сразу, и, наверное, только через полгода, когда мы там приучились жестко контролировать кассу, жестко вести бюджет доходов и расходов, когда все, наконец, стало по полкам, и я не сидела, часами не выискивала, почему у меня в программе одна цифра, а в кассе другая. Когда стало все по полкам, это просто привычка и порядок, к которому я, наверное, вообще не понимала, для чего она не была готова, но это было правильно. Слушай, вот за счет такой халатности первичной не было каких-то вот переломных моментов в бизнесе, что могло как-то все закрыться? Вот только потому, что он меня вот так, ну, будем называть своими именами, дрюком, ну, не было. Только поэтому. Потому что на мою вот эту безалаберность, безалаберное отношение к кассе, ну, это было обречено, я думаю. Ну, вот сейчас все равно, так или иначе, проблема Алтайского края в том, что молодежь уезжает в большие города, связаны это разного рода проблем. Вот вы как думаете, почему молодежь уезжает из Алтайского края? Что и здесь? Вот вы знаете, я не проводила статистику, поэтому я не могу сказать, как это было 10 лет назад, как это было 20 лет назад, больше ли, меньше ли. Но то, что молодежь уезжала, она всегда уезжала. Всегда уезжали в крупные города, потому что там проще себя найти, как им кажется. На самом деле там многие остаются. Я вот когда была не так давно в Москве на Свете Федерации, нас там как раз приглашали руководители детских театров. И вот там выступал директор, не помню, ну, какого-то центрового театра, и он говорит, боже мой, ну, вы объясняйте, пожалуйста, своим людям, своим сотрудникам, знакомым и так далее, что Москва не резиновая, это раз. А во-вторых, говорит, ну, пусть они лучше у вас будут классными, хорошими специалистами, а тут они ходят в этих вот, в сосисках вот этих вот там, не знаю, в гамбургерах, что-то вот эти листовки раздают. Но самое то, что ужасное, что их это устраивает, и они раздают в этих гамбургерах вот эти вот бумазуйки. Вот, поэтому я говорю, в принципе, молодежь всегда уезжала. На самом деле, когда мы говорим о том, что надо срочно бежать там куда-то, там для нас будут лучшие условия, да, возможно, у кого-то линия судьбы складывается так, а кому-то нужно по-честному себе задать вопрос, а реально сколько ты стоишь, вообще сколько стоит твой рабочий день по-настоящему, сколько стоит твоя рабочая встреча, а может быть дело тут не в Алтайском крае, может быть дело в том, что ты спишь до обеда, или ты элементарно не знаешь конкурентного преимущества своего продукта, с которым ты идешь к клиенту, и, соответственно, клиент, когда тебя видит, он тебе делает отказ. Вот я считаю, тут вопросов очень много нужно задавать не даже к Алтайскому краю, а по-честному иметь разговор с самим собой, так ли? Вероятно, но, тем не менее, какие-то минусы есть, почему тогда уезжает молодежь в большие города? Романтика? Ну, все хотят светлого будущего, во-первых, да. У меня, допустим, все спрашивают, в какую страну мира я хотела бы уехать. Ну, много езжу, много где бываю, да. Да я не могу сказать, в какую страну мира я хотела бы уехать. То же самое я не могу сказать, в какой бы стране мира хотели бы жить мои дети. Так ведь? Ну, наверное, ищут новые какие-то горизонты, новые пути, там, ищут себя в этой жизни. Это право есть у каждого из нас, попробовать себя. Но, опять же, я говорю, нужно вообще по-честному задать себе вопрос. Вообще, та корона, которую на голову мы сами себе одеваем, она как там? Может, ты ее отложить пока временно? И не корону себе на голову одеть, а какие-то ордена, медали за заслуги, за какие-то реальные проекты и стать профессионалом? Вот как раз корона, это никому никто не нужен. А вот если ты с орденами, медалями, трудовыми, да, вот тут ты будешь пригоден в любом городе. И самый парадокс в том, что даже из Барнаула ты можешь абсолютно работать с Москвой, там, или с другими городами, и при этом иметь хороший уровень дохода. Просто молодежь, как правило, думает о короне. Что нужно делать, чтобы наша молодежь не уезжала в большие города и оставалась здесь и реализовывалась? Больше с ними взаимодействовать, с молодежью. Больше взаимодействовать, показывать открытие каких-то горизонтов в связи с сегодняшними возможностями интернетом, да, СММ, мы уже тоже говорили об этом. Сегодня куча возможностей. И, кстати, вот я сегодня разговаривала там мельком с подругой, которая живет в Америке, девочка из Барнаула, и она там себе сделала стрижку. Я говорю, это сейчас вот тренд-тренда вообще в Барнауле, все с этой стрижкой, хотя она там далеко. Говорю, понимаешь, сейчас такая ситуация, когда человек, живя там в мульте, может снимать вайны не хуже, чем человек в Москве, и он это делает. Я подписана на одного парня с мульты, он делает такие крутые вещи. Это реально интересно, потому что даже мы, живя в Барнауле, не всегда представляем, как жить в мульте, да, в предгоре, я считаю, там, белухи совсем недалеко. Вот, если ты хочешь стать классным вообще специалистом в любой области, ты можешь отучиться через интернет и взять какие-то курсы, ну, там, дополнительного образования, да. Также по почте тебе пришлют, там, коробку с всем необходимым материалом, будь ты стоматолог, будь ты, там, специалист по наращиванию, там, ресниц на клее или еще что-то. Ты можешь отучиться, где бы ты ни жил, стать первоклассным специалистом в любой области абсолютно. Конечно, причем для этого не обязательно выезжать куда-то на обучение, да, и тратить баснословные деньги. Можно всему научиться сейчас, чего бы ты только ни захотел, и при этом получить все необходимое для этого. Это круто, это очень круто. Вот что нужно сделать здесь, в Алтайском крае, чтобы актеры театра чувствовали себя здесь комфортно, и им не хотелось уезжать? Только хорошие предложения, только востребованность, вот для актеров конкретно, востребованность – это давать роли, участвовать в спектакле, это зарплата, это жилье. Вот что касаемо жилья, я слышал, что в Молодежном театре Алтай есть свое общежитие. Мы уникальны в этом плане, у нас прямо на территории театра, если хотите, потом прогуляемся, прямо на территории театра у нас есть общежитие, полностью благоустроенное. Общежитие – это не значит, что все живут там по шесть коек и одна кухня. Нет, то есть полностью укомплектованные комнаты, есть небольшой спортзал, есть детская комната. В общем, полностью оборудована такая история. Ксина Олеговна, бывали ли у вас такие моменты, когда опускаются руки, ничего не хочется делать? Конечно, конечно. Как вы боретесь с этим? Ну, когда наступают у меня такие моменты, первое, что я делаю, я начинаю все больше работать. Потому что все-таки есть такая у нас пословица – работает труд, все перетрут. И потом как-то вот само собой все образуется. Вы успеваете ли вы сами отдохнуть, расслабиться вообще? Как часто вы отдыхаете? Ой, ну на самом деле это очень сложный вопрос, потому что мне хочется сделать все больше интересных всяких проектов. И иногда я понимаю, что я действительно мало отдыхаю. Но мне это приносит колоссальное удовольствие. Может быть, в этом и есть мой отдых. Я честно могу сказать, я не устаю от работы, мне здесь нравится. Я даже порой говорю, пойду на работу, поруковожу, отдохну. Понимаешь, когда ты попадаешь в ситуацию, когда тебе все не в радость. Когда ты попадаешь в ситуацию, когда от тебя ничего не зависит. Вот ты хочешь просто выйти на улицу и просто подышать воздухом, а ты не можешь. Или когда тебя забывают в операционной, просто забыли, выключили свет и ушли. И ты понимаешь, что от тебя ничего не зависит. И даже если тебе сейчас не лень выйти из операционной, ты просто не можешь этого сделать. А потому что ты не ходишь. Ну просто так случилось, ты не можешь подвигать. У меня в тот момент шевелилась только голова и одна правая рука, потому что у меня была сломана открытый перелом плеча, вся эта история. Ну и ты не можешь. И ты понимаешь, что от тебя здесь ничего не зависит вообще. Есть у тебя силы, нет у тебя сил, ты просто не можешь. И когда я сейчас открываю глаза, я понимаю, что я устала, у меня болит спина или еще куча всяких каких-то причин. Я понимаю, но я же физически могу. Если я физически могу, то просто я беру и делаю. Вот до тех пор, пока я могу сделать физически, я беру и делаю. Ирина Владимировна, так как у нас выпуск «Приурочный к международному женскому дню», мы такое не делали. Мы так подумали вообще, почему только мужчины должны поздравлять с 8 марта женщин. Вот давайте поздравим женщину Латайского края с 8 марта и пожелаем ей что-нибудь. Ну, женщинам я хочу пожелать быть любимыми. Без любви, без понимания, без поддержки родного человека тяжело быть женщиной, оставаться ей. Чтобы женщина всегда была счастлива, чтобы у нее всегда находилось время на любимую, опять же повторяю, работу и на любимую семью. И чтобы это в ее жизни обязательно было. И пусть все, как у нас хорошее выражение, спектакль «Кысь» по роману Татьяны Толстой объявляют праздник 8 марта. Для девушек, женщин, для пигалицы маленькой пусть будет праздник. Как-то так. Вы знаете, самое главное, я считаю, это слушать свое сердце. Если вы хотите заниматься в сфере красоты, да пожалуйста, если вы хотите развиваться в сфере туризма, экологии, бухгалтерии, юриспруденции, на самом деле все двери открыты. Но нужно всего лишь одно условие, поставить себе цель стать номер один. Милые мои, желаю чего? Желаю, чтобы вы каждое утро, просыпаясь, открывая глаза, понимали, что сегодня вы живете той жизнью, о которой вы всегда мечтали. Что именно сегодня вы счастливы, и что все складывается именно так, как вы хотите. И что для этого не нужно грызть землю зубами, для этого не нужно выворачиваться наизнанку, а что все получается легко и непринужденно, и чтобы при этом вы чувствовали себя настоящими девочками, девушками, женщинами. И в присутствии своих мужчин, несмотря на огромные успехи в своем бизнесе, всегда были беззащитными девочками.